Он согреет лучше шерстяного одеяла. Летом в жару утолит жажду. С его ароматом ассоциируются рождественские ярмарки и горнолыжные курорты. Ему приписывают лечебные свойства и даже худеют. Напиток принято называть электиром, который возвращает силы, поднимает настроение и бодрит весь организм. Заинтригованы? Уверена, догадались. Чай – один из древнейших благородных напитков. Чтобы правильно выбрать продукт, нужно изначально знать, какой сорт вы предпочитаете. Красный, черный, зеленый, улунский и белый – каждый из них имеет свои вкусовые и внешние качества. Какой тонизирует, а какой годится для задушевной беседы, знает эксперт. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Современным гурманам известно множество сортов. Помогите разобраться. Максимально популярной является классификация по степени ферментации. Под этим термином подразумевается процесс, который происходит под воздействием фермента. Это солнечный свет, влага, температура, кислород и время. Если чай зеленый, черный, красный у нас на слуху, то что это такой за сорт улунский, белый? Белый чай – это самый полезный чай. Лист не проходит никакой ферментации. Собрали лист хорошей плантации, элитный чай, высушили, и он готов к употреблению. Это белый чай, он самый полезный. Улунский чай – это полуферментированный чай. Особенно в последнее время этот чай полюбили, потому что он имеет такой очень интересный травяной оттенок. И люди, которые любят зеленый чай, они обязательно должны полюбить улунский чай. Особое место среди черных чаев занимает чай пуэр, китайский. Оксана, что это за чай, который рекомендуют промыть перед употреблением для устранения пыли? Я вас хочу поправить не пыли, а запаха, потому что методом скирдования пуэр находится во влажных условиях, приближенный к земле, он практически находится в земле. И чтобы устранить этот земляной запах, первую заварку желательно слить. Пуэр – это постферментированный чай. То есть это чай, который приобретает свои целебные качества и свои свойства путем старения. Он находится во влажных условиях, и чем дольше он там находится, чем больше выдержка, тем больше пуэр приобретает свои полезные свойства. В первую очередь пуэр хорошо нормализует обмен веществ, пуэр не повышает кислотность, то есть пуэр даже можно натощак пить. Если обычный черный чай натощак нежелательно пить, то пуэр может пить натощак. И пуэры очень хороши тем, что если человек пьет постоянно пуэр, у него даже всегда хорошее настроение. В Китае пуэр – очень-очень дорогой чай. Они выращиваются на специальных плантациях, и раньше даже была такая легенда. Девочка рождается, и закапывают пуэр. И когда она выходит замуж в 18 лет, то тогда на свадьбу ей дарят этот чай. Он стоил баснословные деньги. Пуэр тоже может быть и зеленый, и черный. Шены – это черные пуэры, шу – это зеленые пуэры. Они могут быть разной спрессовочки, могут быть в виде гнездышка. Туача называется. Может быть в форме таблеточек. Вот это вот с хризантемой пуэр. И еще, конечно, в блинчиках может быть пуэр вот такого вот плана. То есть он большой спрессованный блинчик. Есть специальные ножи для пуэра. Можно так просто отламывать и заваривать. Чай вообще мягкий. От качества и правильности просушки чайного листа во многом зависят вкусовые характеристики напитка. Оксана, какой тест можно провести, чтобы оценить свойства листа? Чтобы протестировать чай, мы берем щепотку чая, насыпаем его на белый листочек бумаги. И немножечко потрясем эту горочку. И вот, если вы обратили внимание, то весь лист крупный находится на поверхности. А маленькие чайинки и пыль находятся внизу. Из этой щепотки у нас только 5-10% получилось пыли. Все остальное хороший крупный лист. Можно провести тест на аромат чая. Берем сухую чашку, холодную желательно. Также насыпаем щепотку чая. И немножечко потрясем его. Высыпаем чай. И можете понюхать, аромат чая в чашке сохранился. А запах... Согласно легенде, у одного монаха в древности был удивительный чайник. Какой чай не заваришь, напиток получался божественным. Многие просили монаха продать или поменять сосуд, но он не соглашался. А когда стал совсем стар, решил поведать секрет. Позвал любимого чайника и рассказал, что за всю жизнь ни разу не мыл чайник. Фарфоровые чашки, граненые стаканы в подстаканнике, стеклянные прозрачные глиняные чайники. Зависит ли вкус напитка от посуды, в которой мы завариваем чай? Я бы сказала, что больше вкус чая зависит от качества воды, но о чайниках я вам расскажу. Для заваривания чая существует масса чайников. Вот, например, чугунный. Он сохраняет тепло, его можно подогреть, поставить на огонь или на плиту. Также чайник может быть фарфоровый. В нем можно заваривать как черный чай, так и зеленый. Керамические чайники – это как бы немножко уже новое веяние. Раньше керамические чайники, они так, ну, не использовались очень широко. А сейчас используются, потому что очень красивые дизайны. Видите, у них разные всякие формы. Каждая хозяйка выбирает чайник на свой вкус и под интерьер своей кухни. Сейчас очень популярна моно-чашка. Человек сам заваривает себе чай и не использует общий чайник для чайпития. Стеклянные чайнички тоже разных дизайнов. И моно-вариант тоже, с ситечком отдельная чашечка. Стеклянная печка вот с такой свечечкой обычной. Свечка поджигается, ставится чайник на нее и всегда чайник горячий. Это очень красиво, когда собирается большая семья, поставить печку, зажечь свечу и поставить чайник. А еще я хочу рекомендовать вам чайник из ясиньской глины. Этот чайник, он очень-очень правильный, потому что есть один секрет ясиньской глины. Чайничек, носик чайника должен находиться на уровне крышечки. Потому что если носик задран вверх или крышечка несимметрична, туда будет выливаться с носика. Поверхность такая шероховатая у него. И чтобы он был глянцевый и очень красивый, его надо обязательно подержать в кипятке 3-4 часа. Вот этот чайничек маленький, его можно налить в таз воды и постоянно подливать кипяточек. И обязательно надо добавить пачку заварки, любой. И он в этой кипятке и в этой заварке должен находиться какое-то время. Если он 3 часа у вас там находится, то, конечно, уже запах чая, аромат чая, чайник уже впитал в себя. Одна очень важная рекомендация. Ясиньскую глину ни в коем случае нельзя мыть моющими средствами. Потому что тогда аромат чая теряется, просто споласкивается кипяточком. Совершенно разные принципы заваривания чая. Черный чай любит кипяток и тепло. Поэтому черный чай мы всегда завариваем только крутым кипятком. В зависимости от того, сколько людей пьет чай, столько чайных ложечек вы должны положить в емкость. Если вы пьете в чайничке чай. Если вот 3 человека, то значит 4 ложечки надо положить. Одна ложечка обязательно уважения к чайнику. Если вы пьете в чашечке чай, то на среднюю чашку 250-300 грамм надо 3 грамма чая. Это не полная чайная ложка, но вообще индивидуально. Зеленый чай кипяток не любит, потому что убиваются все микроэлементы, все полезные вещества зеленого чая. Заварится при температуре 75-80 градусов. Итак, прошло несколько минут, буквально 2 минутки, и зеленый чай уже можно разливать по чашечкам. Листочек распустился, посмотрите, видите, это рублено-глаженный листок, поэтому лист очень крупный. И насколько вот он правильный листочек, могу сказать вам про цвет. Очень насыщенный именно зеленый цвет. Если с желтоватым оттенком чай, очень нежные сорта. Вот это вот тоже не типс, а именно уже такое зрелое дерево, нижние листочки, поэтому чай имеет зеленый оттенок. А если верхние листочки, то чай будет иметь желтенький оттенок. Так, это тоже допустимо в зеленом чае. Это я заварила и черный, и зеленый классический чай, без всяких добавок. Также могут быть в чаях и добавочки. Могут быть какие-то фрукты, могут быть травы, могут быть цукаты даже, и листочки сафлоры, и лепестки розы. Ну и соответственно уже к этому чаю и аромат будет. А теперь я вам покажу красоту. Как завариваются чаи-бутончики. Вот это вот мы завариваем зеленый чай. Основа, как правило, хризантема, жасмин и амарант. Чай зеленым не будет, потому что здесь молоденький листочек и почка. А зеленый чай будет в том случае, если лист уже такой насыщенный. Третий сбор, вот как с инча мы заваривали. Вот зеленый, а здесь нет, здесь будет желтенький. А сейчас я хочу показать вам, какой насыщенный и красивый цвет имеет чай пуэр. И как его правильно заварить. Пуэр находится во влажных условиях и практически в земле. То, конечно, заварка имеет оттенок землянистый. Поэтому первую заварочку рекомендуется слить. Пуэр, в отличие от всех черных чаев, мы можем заваривать пять раз. Нет, это не считается. Это мы ее не пьем. Начинается процесс чаепития. Дешестивы. Напитки, которые нужны для завершения трапезы и продолжения застольных бесед. А также очищения вкусовых рецепторов. Кроме некоторых спиртных напитков, к ним относятся кофе и чай. Может ли хозяйка заварить чай по особенному рецепту, который понравится почитателям зеленого, поклонникам черного и любителям травяного? Ну, конечно, чай должен пить человек тот, которому больше нравится. Кто-то любит зеленый, кто-то любит черный, кто-то травяной. Но если у вас действительно большая компания и вам надо угодить каждому человеку, то можно сделать купажированный чай. То есть добавить черный чай, добавить зеленый и добавить какую-то травку, например, мяту, мелису, чабрец. Если это лето, можно добавить лед и какие-то фрукты. Это тоже будет хороший освежающий напиток. Если вы покупаете чай в специализированных магазинах, таких как наш, мы предлагаем чай в таких пакетиках. В этих пакетиках чай храниться может, потому что здесь все для этого предусмотрено. Если же вы покупаете чай в пачках картонных, то чай надо обязательно пересыпать в жестяную баночку. Чтобы герметично было закрыто, чтобы не выветривался чай. И в жестяных банках он сохранит лучший аромат. Настоящее удовольствие дарят только натуральные продукты. Чай чрезвычайно вкусен, если он в гармонии с природой. Растет на склонах далеких гор, впитывает цвет солнца, влагу туманов, звуки ветра и энергию земли. Все гениально и просто. Приятного чаепития! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин